Привет, мои дорогие рукодельники и рукодельницы! Вы на канале Рукоделие Наслаждение и с вами Наташа Дуэк. Сегодня хочу предложить вам связать такой очень маленький проект вместе. И таких проектов будет целая серия разных вариаций. Вот этот проект будет тряпочка для мытья посуды. Это очень маленький проект, очень удобный проект делать, вязать, когда смотрите телевизор, то есть или когда вы хотите связать что-то маленькое между большими проектами, что-то маленькое, быстрое и с хорошим результатом. Если вы вязальщица и вы еще не моете посуду своими собственными, собственно, производства тряпочками, то я вам советую попробовать связать такую и попробовать поиспользовать. Это может быть очень хорошим подарком к 8 марту, ко дню Святого Валентина, ко дню рождения. И вообще, когда вы идете просто в гости на ужин, вас пригласили кого-нибудь посетить и хочется прийти, хозяйке что-нибудь такое маленькое подарить, поблагодарить ее за гостеприимство, то это именно то, что можно сделать очень быстро и подарить. Будет приятно и это поможет вам избавиться от маленьких остатков ниток, которые, может, вы вязали, и у вас остались от каких-то проектов, либо вы можете специально купить нитки для этого и вязать. Для тряпочек нужно использовать ниточки именно хлопковые, потому что они очень хорошо впитывают воду, очень хорошо впитывают в себя грязь, но когда вытираете, и их очень легко стирать в стиральной машинке. Не используйте шерсть, например, потому что шерсть садится, когда вы истираете. Это должно быть что-то такое, что хорошо стирается и хорошо легко используется. Итак, я буду использовать ниточки, они достаточно толстые, они у меня остались от безрукавки ковбойки. Не помню толщину ниточки. Так я предполагаю, в 100 граммах, наверное, 150 метров, либо 200. Вот, спицы я буду использовать 4,5. Вот, смотрите, как ниточка по соотношению со спицей. Знаете, как каждая страна славится каким-то своим рукоделием, что-то, что они делают. Северная Америка, наверное, очень популярная здесь, в Канаде, в Америке, именно вот эти тряпочки для мытья посуды. То есть, все их вяжут, все их используют. На всех рукодельных выставках они продаются. Поэтому давайте свяжем вместе. Поделюсь чем-то, что я здесь вижу каждый день, использую каждый день. Итак, для начала нам нужно набрать на спицы 4,5. То есть, спицы вы можете любые, да, брать. Все зависит от пряжи, все зависит от плотности вязания, которую вы хотите. В общем, спицы у меня 4,5. Итак, для начала нам нужно обычным образом набрать на спицу 4 петелечки. Да, всего лишь 4 петелечки. Так как мы будем вывязывать квадрат, и мы будем вязать его из угла в угол. Итак, 4 петли набрали. И здесь я вам буду показывать первый вариант нашей тряпочки. Это будет просто обычный стандартный вариант. И здесь все петли провязываются. Первые и последние все провязываются лицевыми петлями. Так как наша тряпочка будет, мы будем вязать платочной вязкой. Край у нас тоже будет вывязан платочной вязкой. Он не будет, косичка не будет идти по краю. То есть, будут вот такие вот ребрышки эти, которые очень классно чистят посуду, когда моете. Они очень хорошо зацепляют, хорошая такая поверхность, чтобы чистить. Итак, первый ряд провязали лицевыми. Второй ряд опять-таки просто провязываем лицевыми. Все-все петелечки. Первую, последнюю. Вот, просто вяжем лицевыми. Это такой проект, с которым справятся даже начинающие вязальщицы. Вот, все, мы два ряда провязали лицевыми. И вот, в третьем ряду мы будем начинать делать прибавки. Вот, две петелечки лицевыми провязали и накид. И дальше две провязали. Переворачиваем нашу работу. Снова две петелечки провязали. Раз, два, накид и пошли вязать. Все петелечки только лицевыми. То есть, здесь идут лицевые и накиды, да. Переворачиваем. Ниточку за работу. Вяжем. Лицевая. Лицевая. Накид. И дальше просто продолжаем вязать лицевыми. Последний, тоже лицевой. Переворачиваем. Дальше. Опять. Первая. Лицевая. Лицевая. Снова накид. Всегда в одну сторону накид делайте. И дальше вот все вяжите просто лицевыми. Переворачиваем. Лицевая. Лицевая. Накид. И пошли вязать лицевыми до конца. Наше полотно будет становиться шире и шире расширяться. Вот. Для этого можно использовать спицы носочные, да. У меня просто носочные спицы только укорочены. Вот. Две провязали. Накид. Поэтому на носочные спицы у меня не поместится. Длинные спицы не хочу использовать, потому что не так удобно. Поэтому использую просто вот круговые спицы. Опять. Две провязали. Накид. И пошли дальше вязать. И очень скоро у нас уже начнет вырисовываться то, что мы вяжем. Переворачиваем. Я здесь использую такие вот жаккардовые ниточки. Ну, ниточки можно использовать абсолютно любого цвета. Можно подобрать по цвет кухни, по цвет посуды, да. Можно как хотим. Вяжем, 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 переворачиваем. Опять провязываем первую петельку. Провязали. Таким же образом. Накид. Все. И до конца вяжем. Хотя выглядит так, как будто бы нам нужно прибавочки делать с двух сторон. Но прибавочки делаются только в начале ряда. И это помогает вязать, не задумываясь. То есть смотреть телевизор, что угодно. Ютуб, да. Рукодельный смотреть и просто вязать. Это что-то маленький проект, который идет у нас очень-очень быстро вяжется. Вот. И таким образом, смотрите, вот у нас уже видно наше расширение. Вот эти дырочки по краям у нас идут. И начинает формироваться такой вот угол. И нам нужно вязать в высоту, пока у нас не будет на спицах, 44 либо 50 петелечек. Если вам нравятся тряпочки немножко побольше размерчиком, то вяжите до 50 петелечек. Если такой более стандартный, 44 петелечки. Но в принципе, тряпочка примерно должна быть 20 на 20 сантиметров. У всех плотность вязания разная. Поэтому для себя можно будет вычислить, какое количество петелечек нужно будет провязать. Итак, я сейчас буду вязать, пока у меня не будет 44 петелечки. И вы тоже вяжите. Я просто сделаю паузу и буду вязать, потому что, ну как смысла не имеет дальше показывать, потому что вы вяжете 2 лицевыми, накид и все остальное лицевыми. Переворачиваете, 2 провязали, накид и пошли вязать дальше. Итак, вот давайте подведем итоги и посмотрим, что у нас получается. Я провязала 50, у меня здесь получается сейчас на спицах 50 петель. То есть в такой традиционном этом образце, который там передается из поколений поколений, которые вяжут тут сотни лет уже, то обычно в этой тряпочке получается будет 44 петелечки. Но сейчас современные, более хозяйки, когда вяжут, они вяжут именно 50 петель. И вот я смотрю и я понимаю, что мне именно нравится размер, когда 50 петелечек провязан. Ну, в принципе, с моей плотностью вязания. Вот. И если замерить, у меня получается всего лишь 19 сантиметров. Ну, в принципе, она должна быть где-то примерно 20 сантиметров. Ну, я ее так оставлю. В принципе, можно довязать еще, да, 4 петелечки добрать. Наверное, если 54 петли, то получится как раз уже такой размер. Ну, в принципе, если я приложу руку, вот, достаточно хороший размер. Так, теперь нам нужно будет делать убавление, то есть для того, чтобы получить идеальный квадрат. То есть сколько бы мы петель не провязывали, делая прибавочки, потом, когда мы делаем убавочки и закроется до конца, у нас будет квадрат. Итак, давайте, смотрите, край такой же получается, с такими как узелочками, да, по краю. Очень красиво получается, мне очень нравится, вот. Итак, значит, когда мы делаем убавление, нам нужно, при всем том, что нужно делать убавление, нам нужно будет делать накид все равно для того, чтобы красота, дырочки эти сохранялись. Итак, сейчас, получается, смотрите, мы первую, мы сейчас уже вяжем ряд с убавлениями. Вот мы первую петельку провязали, вот лицевой, следующие две вместе мы сейчас провяжем. Сейчас захвачу. Пряжа достаточно тугая. Две вместе провязали, так, сделали такой же самый накид, и потом снова провязали две вместе. То есть, сначала мы убавили тот, убавили наш накид, можно так сказать, и сейчас мы убавляем полотно. Все. Провязали. И теперь до конца ряда ничего не меняем и вяжем просто лицевыми. Смотрите, вот я подхожу к концу ряда, и здесь я ничего не меняю, я просто довязываю лицевыми петлями до конца. Переворачиваем на другую сторону и начинаем вязать. И здесь мы так же само уже делаем изменения, как убавления, да, наши. Вот, первую петелечку лицевой провязали, следующие две петелечки нам нужно провязать вместе лицевой. Провязали, сделали накид таким же самым образом, как до этого, и следующие две петелечки снова нам придется лицевыми провязать. Чуть-чуть туговато идет, но, в принципе, реально. Все. Дальше вяжем лицевыми петелечками до конца ряда, ничего не меняя. Вот я провязала весь ряд лицевыми, и я подхожу к концу ряда, где мы в прошлом ряду уже делали убавочки, и мы просто провязываем лицевыми до конца. Поворачиваем, и будем делать снова убавочки. Снова покажу, когда первую лицевую провязываем, следующие две лицевые провязываем. Две петли провязываем лицевой одной, делаем накид, и следующие две снова провязываем лицевой. Все. Дальше до конца ряда вяжем лицевыми. Снова я нахожусь в конце ряда, и просто для уверенности вам покажу еще раз. Вот наш накидик, и мы просто до конца довязываем лицевыми. Переворачиваем, и мы уже можем вот видеть наш поворот. Поворот вот шли сюда, дырочки, а теперь они начинают идти в другую сторону. Давайте вам в последний раз еще покажу, как делать убавочки, и потом мы можем продолжать вязать самостоятельно до того, как у нас не останется на спицах 4 петельки. Две вместе провязали, да? У нас получается две на спицах, накидик, и снова две вместе. Если у вас спицы более острые, то будет легче вот эти две вместе провязывать. Виточка рассловилась, так, более край. Все. Ну и дальше уже легко. Все, и продолжаем вязать таким образом, пока у нас на спицах не останется 4 петельки. Ну, я думаю, мы с вами вместе провяжем, может, у меня останется 10 петельек, и мы будем продолжать с вами вязать вместе. Видите, вот он уже, сейчас, уголочек наш пошел. Вот, дырочки сюда, теперь в эту сторону они идут таким образом. Все, давайте вязать самостоятельно, делаем убавочки. Две вместе, накидик две вместе. В начале ряда, в конце ничего не меняем. Переворачиваем и снова делаем убавление. Пока у нас на спицах не останется 10 петельек. Так, вот, как я вам и обещала, что вернусь к вам, когда у меня останется 4, ой, 10 петельек. И мы с вами до конца их закроем и довяжем до конца нашу тряпочку. Итак, смотрите. Продолжаем вязать так же само, да? Первую петелечку просто провязываем. Следующие две петелечки слева направо, лицевой провязываем одной. Накидик делаем. Снова две вместе провязываем. Лицевой, значит, слева направо. И остальные петелечки просто провязываем лицевыми. Провязали. Переворачиваем нашу работу. Так, вяжем лицевая. Две вместе слева направо. Накид. Снова две вместе слева направо. И остальные провязываем лицевыми. Переворачиваем. Переворачиваем. Лицевая. Две вместе лицевыми. Накид. Провязываем. Две вместе лицевыми. И остальные петелечки провязываем. Переворачиваем. Переворачиваем. Снова лицевая. Две вместе. Провязали. Провязали. Накид. Снова две вместе. лицевая. 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 Смотрите, как у нас здесь уже приближается. К центру. Снова лицевая. Две вместе. Две петелечки. Провязываем. Накид. Снова две вместе. И вот у нас уже сформировалась наша центральная петелечка. Провязали лицевой. Две вместе. Две вместе. Все. Лицевая. Лицевая. Накид не делаем. Переворачиваем. Снова вяжем. Лицевая. Провязали лицевой. И сейчас закрываем. Две вместе. Две вместе. И две вместе. Кубочек просовываем. И вот получается. Спицы убираем в сторону. И у нас получается вот такая вот. Видите, везде с дырочками по краю. И можно теперь обрезать ниточку. И нужно заправить сейчас кончики. И что я делаю обычно в конце. Обычно я, так как я хочу, чтобы это у меня тряпочка стиралась в стиральной машине. Ну в общем везде. Поэтому кончики очень важно хорошо спрятать. Чтобы они потом не выпадали нигде в процессе стирки. Поэтому. У меня конечно ниточка разных цветов. Поэтому ее будет немножко видно. Здесь будет цвет у меня меняться. Куда я ее прячу. Но если ниточка однотонная, то ее видно практически не будет. В общем так прячете до конца, до конца, до конца. Можно также эту ниточку разделить, например, на две части. И запрятать в две стороны. Но чтобы она была потоньше. Может быть и лучше пряталась. Но я в принципе так спрячу. Таким образом. Прячем, прячем. Здесь опять мы подошли к месту, где зелененькая ниточка. В принципе ее так особо и не заметно. Потому что здесь вот снова зеленый цвет появляется. В общем получается, чем чаще вы будете переплетения вот эти вот делать, прятать ниточку. Чем плотнее она спрячется. Поэтому я более... И еще один раз. И ниточка будет спрятана. А вторую будем прятать аналогично. Я уже показывать не буду, как буду прятать вторую. Потому что все буду делать точно так же. Все. Вот такая вот тряпочка получается. Вот смотрите по отношению к моей руке. То есть достаточно классно. Давайте сейчас ее может замерим сантиметром. Так это ниточка у меня. Вот смотрите. Сейчас у меня даже вот в законченном видео получается 22 сантиметра в эту сторону. И в эту сторону тоже 22. А вот если от угла до угла, то получается 29 сантиметров. Здесь 28. 28. Ага. Это получается в эту сторону она немного больше тянется. Хотя после стирки, когда все петелечки растянутся, разложатся, то уже будет совсем другая история. Я лично, не знаю как вы, получила массу удовольствия вывязывая эту тряпочку. Вот. И я планирую, смотрите, можно ее так сложить. И, то есть уже на полочку положить и мыть ей посуду. Либо вытирать стол, ну то и что угодно. Я планирую сделать серию уроков по вывязыванию разных видов вот таких вот тряпочек. Этот вариант платочной вязки, это будет вариант номер один. Если вам понравилось, пожалуйста, вяжите для себя и для своих любимых. И приглашаю вас посмотреть следующие уроки тоже по вывязыванию разновидных вот таких вот тряпочек. Ну вот, поделилась с вами кусочком нашей канадской культуры, нашей такой вот традиции вязать такие вот тряпочки. Надеюсь, что вам было интересно. Если будут вопросы, задавайте. Постараюсь ответить. Ну все. Всем пока. 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 Пока.